но это же проблема не только европейская эта проблема и россии тоже к нам же тоже на к нам же тоже приезжают из средней азии у нас же тоже очень много у нас есть дефицит вот тоже молодой крови в москве вообще проблема не сможет решить а мы сможем а как мы сможем решить эту про знаю она ему даже об этом думать понимаешь осведомлен вооружён мы должны об этом вы должны понимать вот то о чем мы сейчас там и говорим это должно быть понятно это должно быть понятно что это нам грозит мы не можем смотреть мы уже посмотрели на украину чего там все нормально будет убеждены были все в этом 20 лет проспали 20 лет 20 лет воспитывалась абсолютно абсолютно новое и абсолютно другое поколение вот те кого сегодня 18 19 20 лет они никогда не пойму не и не поверят что россия это братская страна они так и говорят никогда мы не будем брать конечно здесь мы переходим к заключительному элементу триады про братство вот насчет братства ваш брат допустим он точно западник он уж никак не славянофил вы себя ощущаете с ним связанным кровью а не только совместной биографии вот укрой он он ваш человек в актере при том что он при придерживается диаметральных противоположных взглядов на многие вещи фундаментальные но вы знаете ну да ну и что это так сказать узнаете я живу здесь поэтому когда у него возникают проблемы здесь порою решаю их я теми способами которые мне известны и понятны и они совсем не западнические поэтому он понимает совершенно правильно я совершенно то есть вот это его точка зрения по этому поводу по этому поводу и он их придерживаться и она очень умная я ее уважаю и так далее но так сказать бывает ситуации при которых это не работает работает что-то другое для меня совершенно у меня нету вы знаете господь управил так что я удержался от того соблазна который возникал и хотели очень чтобы мы так сказать просто рассорились настолько чтобы мы стали в наставили по разные стороны бы марикады я когда меня спрашивали когда брат что-то говорил то нелицеприятное про меня по телевидению еще и еще где-то меня спрашивали что я по этому поводу думаю я всегда отвечал я убежден чтобы он не сказал про меня он это хочет сделать во благо мне у меня очень любит если он так считает может заблуждаться но импульс у него человека который хочет мне добра поэтому не получится из этого сделать так сказать ахта а я им про него скоро вот что этого не это не со мной я предпочитаю прийти на интервью абсолютно так сказать чистым как лист тогда ты не становишься рабом сформулированных так сказать ответов поэтому как спросили так а учитывая что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса я очень жене отношусь с уважением я люблю и мне всегда с ним интересно поэтому тут что не важно о чем говорить тут тут важно как опять же мама говорил не важно что важно с кем поэтому я люблю к нему приходить и так сказать всегда знаю что это по крайней мере мне будет интересно а